Арам Лубян – коренной сочинец. В этом огромном доме живет больше полувека. Строил его отец, затем здесь родился он сам. Женился, воспитал сына и дочь, теперь растут и внуки. Чистый горный воздух и тишину никогда не применяет на жизнь в городской квартире. А комфорт можно создать и в частном секторе, признается супруга Аида. Сложа рук тоже не сидим, извините. Просто все равно. Я такой человек, что я не могу просто вот это все так оставить. Я 17 лет живу здесь, 17 лет мы строимся. Верхневеселое село Горное. Рельеф сложной централизованной канализации здесь не было никогда. По нормам законодательства на каждом участке должны быть лосы. Работа по выявлению несанкционированных сбросов активно ведется в Сочи уже пять лет. Локальные очистные сооружения установили практически все жители отдаленных сел. Теперь задача мониторинговых групп выявлять несвоевременную очистку этих лосов. У людей нет пролонгированных договоров на вывоз жидких бытовых отходов. И, как правило, данное нарушение является незаконным, потому что данный сброс хозбытовых отходов нигде не прописан. Реды проходят еженедельно во всех районах Сочи. В Адлере мониторинговые группы последние несколько лет обходят в основном дома в сельской горной местности, потому что на побережье практически все объекты подключены к централизованной канализации. Ну, я не могу сказать, что у нас, допустим, все в порядке, но если какие-то недостатки есть, устраняем. Где-то они приходят, проверяют частенько. Говорят так, стараемся делать. С начала года только в Адлерском районе проведено 45 рейдов. Выдано 40 предписаний. Составлено 12 протоколов. Восьми абонентам ограничена подача воды. Это не значит, что дом полностью остается без водоснабжения, но напор из кранов не позволяет, например, запустить стиральную машину. Такие ограничения – мера вынужденная. Администрации сельского округа совместно с водоканалом и с Роспотребнадзором еженедельно проводятся мониторинги по факту выявления сброса жидких бытовых отходов. Вместе с тем, при выявлении данных нарушений составляется административный материал. Также ведется разъяснительная работа с гражданами, чтобы они предотвращали данные нарушения в соответствии с законодательством. С начала года в Сочи проведено 125 подобных рейдов, обследовано 985 объектов. В преддверии летнего сезона администрация города усилила работу. Помимо рейдов готовится проект договора с жителями частных домов. В первую очередь речь идет о районах, где отсутствует подключение к централизованным сетям канализации. Это делается для того, чтобы наряду с водоснабжением было возможности отведения стоков из автономной системы канализации. Помимо этого сейчас проходит стадию согласования проект создания автоматических сливных станций для привозных стоков. В совокупности все эти меры должны значительно улучшить экологическую обстановку на курорте.